Цифровая панель управления Толстой и Чехов. Сейчас мы покажем, как использовать цифровую панель управления. У нас есть кнопка включения-выключения. Нажимаем кнопку и держим в течение нескольких секунд, чтобы включить оборудование. И здесь у нас есть все кнопки для настройки параметров приготовления. Первая кнопка предназначена для настройки температуры внутри рабочей камеры, температуры приготовления. Нажимаем кнопку один раз и мы можем регулировать температуру кнопками плюс и минус. Подтверждаем с помощью кнопки сет. Также мы можем установить время приготовления. Нажимаем кнопку один раз и производим настройку с помощью кнопок плюс и минус. Подтверждаем кнопкой сет. Также у нас есть кнопка пар. Ноль обозначает отсутствие пара. Один, 10% пара, 2% 20% пара и так до 10%, 100% пара. Каждый раз очень важно подтвердить с помощью кнопки «Сет». Также у нас есть возможность приготовления с помощью термощупа. Прежде всего мы должны воткнуть термощуп сбоку. Хорошо. После этого мы сможем отрегулировать температуру, который мы хотим достичь внутри продукта, температуру термощупа. Например, для Ростбифа мы можем установить 49-50 градусов. Мы подтверждаем кнопкой «Сет». Когда датчик зафиксирует температуру по термощупу, процесс приготовления будет завершен. У нас есть приготовление в режиме «Дельта-Т». При приготовлении блюд в режиме «Дельта-Т» всегда используется термощуп, поэтому сначала мы должны установить температуру термощупа так, что когда мы нажимаем кнопку «Сет», мы переходим к настройке режима «Дельта-Т». И в этом случае мы устанавливаем разницу между температурой внутри продукта и температурой внутри рабочей камеры. Очень важно подтвердить с помощью кнопки «Сет». После установки всех параметров мы можем нажать кнопку «Старт». Это режим ручного приготовления. Алгоритм создания новой программы приготовления. Здесь мы видим порядковый номер программы. В наших параконвектоматах 99 программ приготовления. Когда номер программы начинает мигать, это означает, что программа свободна, она пуста. Поэтому мы можем сохранить новую программу или можем выбрать другой номер программы. Например, программа номер 2 уже записана. У нас уже есть готовый рецепт. Программы номер 3 и 4 свободны. Мы выбираем номер программы. Нажимаем кнопку «Сет» для подтверждения, нажимаем кнопку «Книга рецептов» и начинаем создавать фазу номер 1. Когда мы создаем программу, мы можем произвести настройку первой фазы — фазы предварительного нагрева. Как мы можем это сделать? Прежде всего мы должны установить желаемую температуру предварительного нагрева. Обычно она должна быть на 20% выше температуры приготовления — 180 градусов. Подтверждаем кнопкой «Сет». Время должно быть неограниченным. Поэтому, если мы хотим установить фазу предварительного нагрева, время должно быть неограниченным. Затем мы нажимаем кнопку «Книга рецептов» для перехода к фазе номер 2. И в этом случае мы создаем первый этап приготовления. Необходимо предварительно прогреть рабочую камеру до 180 градусов, и теперь мы можем работать при температуре 130. Итак, мы подтверждаем. Мы устанавливаем время приготовления или термощуп там, где мы хотим. Всегда подтверждаем кнопкой «Сет». Мы можем нажать еще раз для перехода к фазе номер 3. Мы можем регулировать температуру приготовления. Окей, 80 градусов. Мы можем установить с паром цифра 2 — 20% пара на 5 минут. Теперь мы сохраним все настройки. Мы нажимаем кнопку один раз и удерживаем ее в течение пяти секунд. На дисплее мы видим надпись «Memorized», которая означает, что программа сохранена. Если мы выключим оборудование, а затем включим его снова, заходим в книгу рецептов и видим, что наша программа сохранилась. Итак, для того, чтобы выбрать программу и начать приготовление, нужно подтвердить кнопкой «Сет», а затем нажать «Старт». В этом случае мы видим, что фаза предварительного нагрева рабочей камеры работает. Когда фаза предварительного нагрева будет завершена, печь издаст звуковой сигнал. Нам нужно открыть дверь, положить внутрь ингредиенты и закрыть дверь рабочей камеры. Отмена фазы и программы приготовления. Сейчас мы вам покажем, каким образом удалить программу. Мы выбираем программу, которую хотим удалить. Подтверждаем. Мы должны перейти к последней фазе, в данном случае к фазе номер три. Мы должны удалить фазу шаг за шагом. Мы начнем с последнего. Удерживаем кнопку настройки времени 3-4 секунды. Как мы видим, мы переходим к фазе номер два. Опять. Мы удаляем шаг номер два. Фаза номер один. Мы удаляем фазу номер один. Теперь, когда мы удалили фазу номер один, мы удерживаем кнопку программа для того, чтобы сохранить пустую программу. Теперь мы сохраняем настройки. Отмена программы произошла. При необходимости мы можем сохранить новую программу. Если мы выключим оборудование, а потом включим его снова, если мы хотим сохранить программу, программа номер один начнет мигать, что означает «эта программа свободна». Автоматическая моющая система. Теперь мы покажем, как запустить процесс автоматической мойки. Итак, когда дисплей выключен, мы нажимаем кнопку «Сет». И мы переходим к установке программ мойки. У нас есть программа быстрой мойки номер один. С помощью кнопки «Плюс» мы переходим к программе номер два. Номер три — это программа ополаскивания, означает, что ополаскивание рабочей камеры происходит только с помощью воды. И, наконец, у нас есть программа заполнения насоса моющего средства, которая производится только при первом запуске оборудования. Итак, мы выбираем нужную программу. Программа номер один — быстрая мойка. Программа номер два — средняя мойка. И программа номер три — длительная мойка. Мы выбираем необходимую программу и нажимаем кнопку «Сет» для того, чтобы запустить программу самоочистки.